У общей безопасности транспортного комплекса есть несколько составляющих. Это транспортная безопасность, конструктивная безопасность, пожарная безопасность, экологическая безопасность. Но то направление, которое я сопровождаю, это направление функциональной безопасности. Дело в том, что транспортный комплекс предполагается, что будет управляться автоматически. На первом этапе автоматизировано. В любом случае, система управления транспортным комплексом, во-первых, должна реализовывать безопасные алгоритмы функционирования. Во-вторых, безопасно функционировать при возникновении возможных отказов в электронных и электрических системах управления. При проектировании путевых структур в составе наших транспортных комплексов имеется ряд нюансов. Для того, чтобы нам обеспечить максимально комфортные условия проезда пассажира в транспортном средстве и самого транспортного средства по путевой структуре, нам необходимо обеспечить максимально идеальный ровный путь нашей путевой структуры. При превышении скорости транспортного средства более 200 км в час, также у нас возникают сильные аэродинамические шумы, которые также нужно отсекать от пассажира. Путевые структуры состоят из анкерных опор, анкерных узлов, промежуточных опор, сёдел для того, чтобы обеспечить плавность хода непосредственно на промежуточных опорах. Также дистанционные элементы для формирования колеи. Узел анкерения – это узел, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку от путевой структуры, от перепадов температуры, от полезной нагрузки транспорта и передавать ее на плиту покрытия станции, в которой мы находимся. То есть будем говорить так, что анкер, он цепляется одной своей стороной, он цепляется за плиту покрытия, которое является в данном случае, это потолок у нас, да, и второй своей стороной он цепляется за путевую структуру. То есть это вот и есть то звено, которое берет на себя всю нагрузку и равномерно распределяет ее на плиту. Универсальность наших путевых структур предусматривается с точки зрения конструкции тем, что мы используем и считаем уже предварительно напряженные элементы, которые уменьшают воздействие на наши структуры, температуры, отрицательные, как и положительные, вот, поэтому они могут использоваться, как в Беларуси, так мы используем их уже в Арабских Эмиратах, рассматриваем проекты в России, ну и в других странах, те, которые находятся возле Индии там и остальных странах. Везде на путевые структуры накладываются свои ограничения, но учитывая наше преднапряжение, все решается на многим большим и легким способом. Но это обозначает о том, что одну и ту же путевую структуру мы можем использовать, немного пересчитав и доработав, естественно, конструктив, как в Беларуси, так и в Эмиратах. Как вот мы сейчас сделаем ту же седьмую линию, которая будет являться технически аналогом четвертой линии в Эмиратах. Мы это достигаем тем, что перепроверяем наши конструкции на нынешние условия, то есть смотрим, какие температурные воздействия, какие другие климатические факторы сказываются, также где будут размещаться наши опоры и корректируем нашу документацию, соответственно, корректируем наш весь проект. Но корректировки, они настолько незначительные, что можно говорить даже о полном аналоге. Гипотетически для подвижного состава, для беспилотного подвижного состава существует множество типовых опасностей, связанных и неконтролируемым разгоном, с изменением скоростного режима, ну и, конечно же, это соударение транспортного средства с преградами или между собой. Вообще, перечень опасностей, которые должны прорабатываться применительным для транспортных средств беспилотных, определены некоторыми европейскими стандартами. И мы эти стандарты тоже прорабатываем. На первом этапе разработки нашей системы как раз-таки и ведется анализ рисков, анализ учета опасностей. Подробные алгоритмы действия в различных нештатных ситуациях разрабатываются у нас специализированным подразделением Бюро функционально-системного анализа. Факт, что все нештатные ситуации должны быть проработаны заранее, и алгоритмы решения таких ситуаций должны присутствовать либо на борту транспортного средства, либо в центральной системе управления транспортным комплексом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!